Каждый глава поселения или района несет личную ответственность за пожароопасную обстановку на территории муниципального образования. Об этом заявил глава республики на прошедшем сегодня селекторном совещании по вопросам лесопожарной обстановки в Якутии. О ситуации с пожарами в лесах на сегодняшний день расскажет Виталий Абрамов. По последним данным на территории республики действует 20 лесных пожаров общей площадью более 8 тысяч гектар. Особо трудная ситуация наблюдается в Вилюйской группе районов, у Салданском, Горном и в Намском улусах. Вчера вечером в Вилюй было дополнительно 102 профитиста для садика пожарной службы Федерального резерва на виде сохранной из Иркутской области для принятия упреждающих веков стабилизации лесопожарной обстановки, которые были сразу направлены в тушение лесных пожаров в Намские, Горные и Салданские районы. Сегодня уже они работают в тушение лесных пожаров. Несмотря на сложную обстановку, огнеборцам пока удается не допускать огонь к населенным пунктам. Но есть несколько пожаров, которые приближены к 10-ти километровой зоне трех сел. Это два пожара в Салданском районе и один в Татинском, возле села Булун. В Татинском районе у села Булун пожар данный действует уже более двух недель на площади 320 га. Мы считаем, что это недопустимо и необходимо усиливать группировку. Именно на усиление группировки и мобилизации населения с техникой был поставлен акцент на совещании. Главам напомнили, что каждый из них несет персональную ответственность за пожароопасную обстановку у себя на территории. Тем не менее, сейчас с огнем борется порядка 400 мобилизованных граждан. А сенокосный сезон уже начинается и ликвидация огня также в интересах кормозаготовительной компании. Многих муниципальных образований достаточно мобилизовали. Поэтому мы удерживаем вот эту ситуацию благодаря их поддержке. Ну, конечно, в некоторых местностях трудности есть, потому что есть маленькие поселки, где именно тех людей, которые могли бы участвовать в тушении пожаров, физически здоровых, молодых, не хватает. Такое тоже есть. Но, тем не менее, мы стараемся своими силами тоже перебросить их, где начинаются активные грозовые разряды, начинают подниматься. Мы стараемся их в первую очередь, конечно, отправить своих людей. Тем важнее каждому из нас соблюдать пожарную безопасность и при обнаружении очагов возгорания немедленно сообщать пожарным и властям. Это Леабрамов Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.